Сегодня каждому из вас предоставляется возможность проявить свои лучшие качества, качество человека, качество бойца, качество военно-спецназа. Снаряжаем, но не досылаем. Вы кто? Без нас! Вас не слышно. Вы кто? Без нас! Без нас! Ты! Без нас! Без нас! Ты! Бегом! Без нас! Без нас. Давай, вниз! Я химел см Force! Поехали! Эти пилеты! Музыка Самая первая переломная точка наступает метров через 200-300 После начала совершения марш-броска То есть понимает, что очень тяжело и начинает себя жалеть Такие люди отсеиваются сразу На человека во время марша надо чуть больше уже наседать Он должен чувствовать себя во время марша, как во время боя Следующая переломная точка наступает где-то в середине Когда уже вроде бы втянулся, в то же время понимает, что еще слишком долго И вот он уже устал, и оценивая себя, считает, что впереди еще столько же И я, наверное, не вытянул, и люди останавливаются Я не расстроился, то не проигрывает, то не побеждает Как это? Если проиграть и руки повесить, значит, ты не победитель по жизни Когда уже сдаешь на берет, повторно проходить это уже не охота Потому что это очень тяжело Они должны сделать то, чтобы в следующем году бежать тоже рядом И говорить, ах, видишь, да Брони нету, каски нету, автомата нету Хочешь быть такой, как я? Сдай Если человек хочет, он чуть ли руки уже не тянет, он бежит О, будет мой, все Так же было со мной Хочешь? Я говорю, хочу Беги, я чуть ли не зубами Ага, говорю, давай мне его сюда, я сейчас его получу Ну и третья переломная точка, когда остается буквально чуть-чуть Метров 500, иногда даже 300, когда совсем нету силы То есть человек на грани потери сознания И зачастую именно на этих последних 500-300 метрах Очень много людей не просто сходит Просто теряют сознание и не в состоянии дальше делать Терпи, давай, бегло Сейчас снимать будут Догонять Давай, чуть-чуть По боевому возьми Терпи, терпи Военнослужащий, те действия, которые он совершает, он совершает ради того, чтобы вступить в бой Если затворная рама и автомат забились песком, то оружие не выстрелит А вот этот выстрел, он показывает то, что он сохранил свое оружие в состоянии и готовым к бою Я сержант Тойчишев, 15-й отряд Верен спецназу Человек, пройдя через тяжелые, через экстремальные испытания, приобретает новое качество Перестраивается не только его тело Прежде всего перестраивается его психика Он становится другим Внешне этих вещей очень тяжело заметить Это все равно как стальной клинок, который закаляется Внешне до закалки он выглядит совершенно точно так же А потом его закаляют, и меняется структура А внешне он остался таким же клинком, как было раньше Так и человек, пройдя через тяжелые испытания, приобретает совершенно другие внутренние качества Так и человек, пройдя через тяжелые испытания, приобретает совершенно другие внутренние качества Не надо, в губах! Стань подвигаться! А вот так и человек! Иди! 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 Давай, общай! Все будет нормально! Поднимай руки, дари Лимон! Да бам, не дал, а что? Даже Лимон не тысень Ну, наверное, кто-то посчитал, что нужно съесть лимон. Почему-то думают, что это помогает. На самом деле дело-то не в лимоне. Но если человек себя настраивает таким образом, ну что ж, как способ самонастройки, вполне удовлетворительно. Хотя этот лимон можно представить мысленно. Съесть мыслеобраз лимона будет тот же самый эффект. Тяжело. На высотке у меня было утыкание автомата, я пытался устранить ее, и все выписывал в ресторан. Поганился. Можно ли делать сложнее? Можно. Другой вопрос, что стоит ли этим вопросом заниматься, делать такие длинные испытания. Здесь мы стараемся создать такие условия, чтобы все-таки наши военнослужащие выживали и выходили после этих квалификационных испытаний не инвалидами с тяжелыми ранениями, а военнослужащими, которые могут продолжать выполнение служебно-боевых задач. Но бывали случаи и на вот этих испытаниях, когда военнослужащие погибали. Руки наверху! Никакой настоящий бой в течение 12 минут не ведется. Если боец не в состоянии поразить противника в течение буквально нескольких секунд, то по сути это не боец. Здесь бой учебный. Мы смотрим волевые характеристики кандидата, как он способен сконцентрироваться. Не забываем, что все это идет на фоне крайней усталости. Так вот, чтобы не доводить его до такого состояния, когда он уже начинает неосмысленно пропускать удары и подвергается таким образом серьезной опасности, мы останавливаем поединок. Вот так, еще одного, еще одного, еще одного! Я пойду еще по работе. Сегодня уже сняли. Я никто не снял. Сняли, сняли, сняли. Нет, нет, нет. Живы, сняли. Я не снял никто. Сняли, тебя убрали. Я пойду еще. Ах ты, ах ты. Что, что, что? Спокойся. Проигрывать тоже надо с достоинством. Мы, конечно, смотрим реакцию. Мы можем, в общем-то, не допустить на следующее испытание человека, который себя повел неадекватно. И такие случаи бывали. В общем-то, некоторые нас критикуют за эти вопросы. Говорят, вот вы их избиваете. Да мы не избиваем. Мы просто проверяем способность этого человека вот в таких вот экстремальных ситуациях собраться. Здесь человек борется не с инструкторским составом и не с квалификационной комиссией. Он борется прежде всего с самим собой. Он такой же, как ты. Только ты немного устал, а он нет. Какая же? Две руки, две ноги. Ну, сразу видно, что паренек демонстрирует как бы определенную технику. Вот он достаточно свободно передвигается. Видите, атакует, бьет, бьет руками, бьет ногами. То есть человек готов. Видно, что ему очень тяжело. Очень тяжело. И смотрите, вот сейчас инструктор не старается его избить. Инструктор как бы в этих вопросах подыгрывает ему. Как бы подыгрывает. Дает возможность ударить себя. Вот. Вот. Подними бил. Бей инструктор. Бей. Не гладь. Обезь. Бил терпеть. Бил стоять будет. Бил стоять. Стоп. Красава. Красава. Вроде устья. Красавец. Видишь-то. Товарищ полковник. Прибыло 93 человека, допущено 70. Успешно прошло. Квалификационное испытание 35 человек. Вольные! Вручаю краткий билет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Он победитель, он лучший. Ну получилось так, ну ничего. Жизнь дальше идет, продолжается. Все будет нормально. Ужурай, демидерация, пистану! АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, это не мой раз был. Ну, значит, не судьба была. Все переборем. Все будет нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»